В Сибирске стартовал третий этап реконструкции аэропорта Толмачёва. Сейчас строят перрон общей площадью 12 гектаров и рулёжную дорожку ко второй взлётно-посадочной полосе. Работу ведут в рамках государственной программы развития транспортной системы. Стоимость проекта больше 3,5 миллиардов рублей. Екатерина Стывко наблюдала за ходом строительства. Сейчас на будущей стоянке самолётов бульдозеры и автогрейдеры. Рабочие цепают перрон песком, кладут сверху армирующее геополотно и засыпают слоями щебня. Техника работает с точностью до нескольких миллиметров. За передвижениями этого автогрейдера следят не только водитель, но и геодезист. На технике закреплена мачта, сверху специальный маячок. Сначала специалисты проектируют 3D-модель поверхности, а затем передают координаты машине. Сбиться с маршрута нельзя. По соседству рабочие строят рулёжную дорожку, проводят коммуникации в водосточную дренажную сеть. Новая платформа предназначена для грузового авиатранспорта. Стоянка рассчитана на 20 мест. Уникальность работы – это работы, связанные с производством цементобетона. Здесь дорожная одежда практически достигает 2 метров и цементобетонное покрытие 44 сантиметра. То есть, как Евгений Кирис сказал, выдержит нагрузку любого типа воздушных судов. Работы на этой части аэропортного комплекса стартовали в начале весны. Их ведёт Новосибирск «Автодор». Специалисты дают гарантию минимум на 20 лет. Финансирование проекта – федеральное и областное. Это позволит значительно, уже к 2023 году, значительно увеличить пропускную способность этой инфраструктуры и, по сути дела, создать задел для перспективного развития Толмачёва на 10-15 лет. Темпы работы и качество работ очень высокие. Специалисты говорят, потребность реконструкции возникла давно. Темпы грузовых и почтовых перевозок сильно выросли за последние несколько лет. Расширение площадки также позволит заняться ремонтом и первой взлётно-посадочной полосы. Вариант мы видим основной один. Это её превращение в магистральную рулёжную дорожку и строительство новой взлётно-посадочной полосы, которую позицию поддерживает и губернатор, и Минтранс, и Росавиация. Пока это только планы. А третий этап реконструкции рабочие планируют завершить к декабрю 2021 года. Останется ещё два. Екатерина Стывко, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.